История с покушением на мэра Измаила Андрея Абрамченко получила продолжение. Сегодня стали известны подробности преступления. Где преступники установили взрывчатку и как ее удалось обезвредить? В следующем материале. Официальной информации пока немного. Известно, что последние две недели Андрей Абрамченко, мэр Измаила, ездил на автомобиле своей жены. Это Toyota RAV4. Обычно машина стояла возле дома. И вот, судя по всему, злоумышленники улучили моменты с помощью магнита, прикрепили к днищу авто самодельное радиоуправляемое взрывное устройство. Это устройство, в которое уходило две гранаты. РГД-5. И механизм для привода их действия. Городской голова предполагает, спасло его то, что в этот день за руль сел не он, как обычно, а его водитель. Тот, когда ехал на работу, заподозрил неладное, услышал подозрительные звуки в авто. И сразу отправился на станцию техобслуживания. Сотрудники СТО обнаружили взрывчатку. Далее подключились полицейские взрывотехники. Опасную находку уничтожили на месте с помощью гидродинамического разрушителя. В результате никто не постраждал. Автомобиль отримал невеликые осколковые ушкоджения днища и колеса. Андрей Абрамченко руководит Измаилом с 2010 года. Кто пытался организовать покушение, даже предположить не может. Никаких угроз, говорит, не получал. Всю необходимую информацию я предоставил правоохранительным органам. Здесь работает группа специалистов. Я надеюсь, что в ближайшее время они выйдут на след преступника. В полиции открыли уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Детали расследования не разглашают. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесская область. Продолжение следует. Продолжение следует.